Добрый день дорогие друзья, вы на телеканале ИТОН ТВ, программа с большой буквы и сегодня в нашей телевизорской студии Цви Маген, старший научный сотрудник Института Безопасности Израильского, в прошлом посол в Украине и в Российской Федерации, глава Натива. Добрый день, Цви, тема может быть не очень понятная, по крайней мере лично для меня она была не очень понятна. Дело в том, что власти Китая вдруг озаботились Израилем ни много ни мало, потребовали, как пишут, разъяснения от нашей стороны по поводу слов, я цитирую главы общей службы безопасности Шабак, Надава Аргамана, заявившего об угрозе, которую представляют Израилю китайские инвестиции. Кому больше бояться, нам или китайцам? Кому больше бояться, но эти слова были сказаны не так, как говорится, на вскидку, а есть соответственный фон, ввиду которого ведется какой-то там обмен мнением по этому вопросу и поэтому то, что он сейчас сказал, сейчас отдельно рассмотрим, на чем это базируется, зиждется, но до этого еще нужно понять этот вопрос, откуда взялась проблема с Китаем. Проблема с Китаем, она не начинается с Израиля, проблема с Китаем начинается вообще со всем миром, но в частности с Соединенными Штатами, которые рассматривают Китай как соперника, не хочу сказать противника, хотя в последние дни именно так его и называют, совместно с Россией, и пытаются сдержать устремление Китая достичь тех или иных высот, дабы стать ведущей державой, может быть даже за счет Соединенных Штатов, так они рассматривают и поэтому ведется... Но фактически так и происходит, особенно в области экономики. Это уже результат, но американцы считают, что этого не должно происходить и почему экономика, потому что в конце концов Китай пока еще не является военной державой, я имею в виду глобального уровня, она региональная держава, она не может даже сравнение, никакое сравнение не идет ни с Соединенными Штатами и даже не с Россией, естественно, да. Но у Китая есть другие рычаги воздействия, и в основном экономически Китай провел за последние поколения действительно очень сильный рывок в этом отношении, была практически перестроена заново вся экономическая и естественно социальная структура страны, и в результате Китай стал экономической державой, которая в состоянии состязаться за первенство в экономическом отношении в мире. И в этом контексте он является в какой-то мере угрозой. Почему угрозой? Потому что, будучи конкурентом, Китай так или иначе пытается базироваться по всему, скажем, по всему земному шару практически. В основном, конечно, в своем регионе, но он постепенно выходит на другие регионы тоже. Китай пытается реализовать, продвинуть свои намерения как экономический гегемон в международном плане, и, соответственно, пытается прибрать к рукам те или иные структуры, государства целиком иногда, в данном случае мы уже помянули, по-моему, и Африку, и Южную Америку, но и в других частях мира он покупает или скупает целое направление, технологии, конечно, деловые там, проекты. Так что в какой-то мере он стал одним из самых влиятельных и основных игроков на экономическом поле. Соответственно, Соединенные Штаты, относясь к этому очень негативно, пытаются его сдержать. Поэтому мы наблюдаем те или иные санкции, которые вводят Соединенные Штаты ныне, при этом в действующем президенте, которые направлены именно на сдерживание Китая вообще. Что касается Ближнего Востока, то, как и в других местах, Китай пытается предложить свои услуги, которые достаточно заманчивы очень часто, потому что достаточно скромную цену, за мзду, Китай в состоянии предложить разные виды услуг и предложений, например, все разработки инфраструктуры, все базисные работы. Как раз об этом Аргаманы предупреждают. И поэтому немало государств заинтересованы купить эти услуги, купить эти возможности, которые создают, конечно, Китаю базу и влияние в том регионе, где они это реализуют. В этом контексте Израилю было предложено немало проектов, которые в какой-то мере достаточно позитивно воспринял и есть разработки низких проектов, порты, железные дороги и разные другие направления. В основном крупные инфраструктуры. Это туннели, это то, что называется, все, что называется гражданская инженерия, имеется в виду все эти вещи, которые достаточно дорогостоимы здесь в Израиле, но Китай это умеет делать достаточно дешево, это с одной стороны. Китай, конечно, взамен очень заинтересован, кроме присутствия и влияния, и заработка, конечно, да, он заинтересован в израильской продукции, которую рассматривают очень позитивно и пытается прибрать те или иные возможности не только за закупки технологий или получение возможности доступа к технологиям, но и вообще разработать постоянное присутствие в этих направлениях, даже возможность скупить те или иные заводы, производственные мощности и так далее, которые дадут ему возможность не только покупать, но и разрабатывать для своих нужд и все, что с этим связано. Все это создает озабоченность в Соединенных Штатах, которые рассматривают это как рост, позитивный рост китайских возможностей и экономических, и стратегических результатов, выход Китая на те или иные регионы через инфраструктуру, это означает, что через те или иные, скажем, пути, дороги, порты и все, что с этим связано. И это угроза, потому что, в конце концов, американцы рассматривают Китай как вероятного противника в будущем и желательно его сдвинуть как можно дальше от тех путей сообщений, которым он имеет причастие. Тем более, что Соединенные Штаты, да, присутствуют в Израиле, у них здесь свои разработки, инфраструктуры, базы, если хотите, не обязательно военная база, но например, они заходят в израильские порты, они используют израильские те или иные, скажем, системы, так что им хотелось бы, чтобы там Китая не было. Кроме того, Соединенные Штаты очень заинтересовались, чтобы Израиль не продавал Китаю технологий, в основном военного толка. И уже были у нас конфликты с Китаем, когда вынуждены были сдать проекты, которые уже были разработаны, наработаны для Китая и пришлось перепродавать их другим игрокам. Это касающееся этого аспекта. Да, один нюанс. По поводу, вы упомянули порты израильские, в частности, речь идет об Аштуцком, Ахайвском, но более всего Ахайвском. Американцы даже пригрозили, что если в Хайфе будут китайцы, то военные корабли американские перестанут туда заходить. Это единственная угроза? Это угроза. Это угроза. Она нереальна, она в том плане, что не так быстро такие вещи реализуются. Но предложили Израиле воздержаться от этих возможностей, потому что это угрожает американским интересам. А Израиль, как партнер Соединенных Штатов, обязан учитывать эти интересы. Не выполнять, может быть, но учитывать, да. Это в этом контексте. Я теперь обхожу стороной вопросов, касающихся и России, и других регионов того направления, но в основном, если речь идет о Ближнем Востоке, то Китай ведет эту игру, между прочим, параллельно играет с другими государствами региона в подобных направлениях, хотя с них он имеет стратегическое присутствие, меньше технологий, конечно. В этом контексте было направлено несколько посланий Израилю со стороны Соединенных Штатов и не только с предложением воздержаться. В Израиле к этому относятся достаточно сложно, потому что, в конце концов, есть и политический, и экономический интерес у Израиля, да, работать с Китаем. Политический, потому что Израиль заинтересован быть в контакте со всеми державами в мире, не только с одной. Миром достаточно сложная игральная доска, где надо уживаться и с Индией, и с Европой, и с Китаем, и с Соединенными Штатами. И в этом контексте полностью переключиться только на одно направление – это не в интересах внешнеполитических интересах государства, это одно. Что касается экономических интересов, то Китай – это громадный рынок, а Израиль – он производитель именно тех направлений, в которых нуждается Китай, поэтому закрыть этот рынок для Израиля – это негатив, однозначно. И поэтому он тоже не намерен это игнорировать. Но с другой стороны, есть такой запрос, и поэтому надо тут выбирать вероятнее всего, как говорится, золотую середину, именно туда метит вероятнее всего заявление директора службы безопасности, который сказал, что нужно учитывать, иными словами, но следует, наверное, учитывать интересы других партнеров. – Он еще один момент, об одном моменте упомянул, он сказал, что нужно усовершенствовать израильскую законодательную базу, вот здесь, может быть, он прав. – Да, но это тоже относится к тому же, это означает, что нужно ограничить возможности Китая покупать или у Израиля продавать Израилю те или иные структуры или услуги, и это относится к израильским производителям, которых можно и, наверное, нужно ограничить в экспорте тех или иных, скажем, товаров или технологий, в этом отношении. Потому что если это не ограничено законодательством, то некому прийти с претензиями, каждый волен покупать, продавать, что считает его интересом. Поэтому тут вопрос, который поднимается именно на этом уровне, что нужно это ограничить или контролировать, на что Китай, естественно, реагирует достаточно жестко. Я хочу напомнить, что в свое время, много лет назад еще было при мне, мы разработали с Россией совместный самолет для китайских нужд, для вооруженных сил Китая, и пришлось отказаться, потому что было давление Соединенных Штатов, и этот самолет перепродали потом Индии, например, в России, но Китай реагировал на это очень-очень жестко. И это еще потом взяло достаточно много лет для того, чтобы уладить эти двухсторонние отношения и решить другие проблемы. И это был и экономический, и политический, так сказать, проигрыш в какой-то мере. Цви, ну вот как раз, опять же, отталкиваясь от ваших слов о том, что пришлось долго достаточно урегулировать вот эти вот все нюансы, я так понимаю, что одним из тех, кто регулировал эти нюансы, пытался их уладить, все эти дела, был посол Израиля в Китае Матан Вильнаи, скорее всего, это его период. Вместе с этим это бывший наш министр, генерал в отставке и прочее, прочее, прочее. Скажите, пожалуйста, вопрос к вам, как к бывшему послу. С кем-нибудь. Как к дипломату, да. Он заявил недавно по сообщению нашего 13-го телеканала, что он обратился к израильским властям с просьбой, я цитирую, аннулировать результаты тендера, в рамках которого китайская компания получит право на управление новым портом в Хайфе. Как дипломат, он мог сделать такое заявление? Или если он его сделал, то по чьей просьбе? Он бывший министр, бывший генерал, поэтому, соответственно, бывший дипломат. Он уже не дипломат, поэтому он может себе позволить любое высказывание. Начнем с этого. Хотя, естественно, ожидание в Китае от него, как и подобные случаи с другими дипломатами, которые служили в разных странах, что он будет, скажем, содействовать интересам Китая, это не всегда адекватно, потому что, в конце концов, будучи на службе, будучи, что называется, прусских погонах, он, естественно, должен учитывать интересы той страны, куда он послан и так далее. Но, по-моему, он сегодня представляет совершенно другие интересы. Это, с одной стороны, с другой стороны, как раз использовали его влиятельную фигуру по отношению к Китаю, для того, чтобы озвучить именно это послание. Поэтому я бы поместил это адекватно, преувеличивая значимость именно его прошлого. — И еще один вопрос. Какими могут быть последствия в случае, если Израиль отменит действительно результаты тендеров на строительство новых, на управление новыми портами и в Хайфе, и в Аждоде? — По-моему, будут очень печальными, потому что, в конце концов, это и то, что называется, проигрыш экономического направления, это очень дорогостоящие проекты. Можно найти других подрядчиков, но это не одно и то же. И в основном это и политический, так сказать, проигрыш, потому что Китай это очень влияет на государство, это и большой рынок, и все, что с этим связано, и у Израиля есть интерес, чтобы Китай позитивно относился к Израилю именно на Ближнем Востоке, а не только к его соседям. И, соответственно, ось Китая, Иран, например, она очень неприглядна интереса в Израиле, и именно туда тоже смотрит израильская внешняя политика, чтобы этого не произошло за счет израильских интересов, поэтому это все сложно. Поэтому я бы сказал, что если надо там что-то менять, то будут менять, соответственно, и очень осторожно и аккуратно. Надо там что-то менять, нужно урегулировать. Правый Аргаман, наш начальник службы безопасности, но вероятнее всего он имеет в виду именно урегулирование, а не отмену, опыта так менять политику, потому что это приведет к тому, что я уже сказал. — Спасибо огромное за, как всегда, очень квалифицированную оценку этой ситуации. Непростую ситуацию во многом. — Согласен. — Непростой. — Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова